Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие подписчики канала Аюрведа, канал о вкусной и здоровой пище. Итак, сегодня 14 июля, и я приветствую вас на канале Аюрведа. Ну, по-прежнему идёт рубрика «Дачный сезон», но сейчас начались дожди, нелётная погода, и вот уже целую неделю я не могу выйти на огород, поэтому я решила записать сегодня этот видеоролик здесь, на кухне. Итак, хочу поделиться с вами таким небольшим секретом приготовления десерта. Десерта из смородины, из красной. Как-то я уже записывала видеоролик, как я собираю красную смородину, рассказывала вам о том, что можно сделать из красной смородины, какую она представляет пользу, красная смородина, что из неё можно сделать мармелад, так как в ней содержится пектин, желирующее вещество, которое обладает желирующим эффектом, таким свойством, и превращает вашу смородину в желе, в желе или в мармелад. И сегодня ещё хочу поделиться одним рецептом, что можно сделать из красной смородины, так как вот красная смородина, сейчас как раз идёт сбор красной и чёрной смородины полным ходом, но, конечно, не в дождливую погоду, когда сухая погода, тёплая. И что можно приготовить из красной смородины, какие есть рецепты. И вот хочу сегодня для рубрики «Идея еда» сделать такое исключение, да, из-за нелётной погоды в рубрике «Идея еда», что можно ещё сделать из красной смородины. Помимо мармелада, помимо того, что можно просто съесть её в свежем виде, засахарить, посыпать сахаром, есть ещё один вариант, что можно сделать из красной смородины. И это десерт. И сегодня у меня завтрак, и на завтрак у меня сегодня рисовая каша с молоком. И вот как раз к каше, да, мама сварила рисовую кашу, вот здесь рисовая каша с молоком, но можно, в принципе, и овсяную кашу использовать тоже для этого рецепта. И вот к рисовой кашей с молоком я сегодня буду делать десерт из красной смородины. Я уже всё подготовила, но мне понадобится какая-то мисочка маленькая, неглубокая, или какая-то пиалочка, ложечка понадобится, и понадобятся специи для нашего десерта. Это куркума. Ну, конечно, всё, что вы предпочитаете, то, что предпочитает. Я всегда добавляю в любые блюда, добавляю куркуму. Обязательно это необходимая специя, которая полезная. Плюс по своим свойствам обладает противовоспалительным средством. Это как натуральный антибиотик природный, куркума. Это также ещё и куркума хорошо очищает кровь. Она полезна для вашей печени, она очищает также печень. Так что куркуму необходимо включить в свой рацион питания, использовать её небольшими порциями каждый день. Ваше любое блюдо, как в первое блюдо, как во вторые блюда, так и в десерты можно использовать. Это куркума, это гвоздика. Гвоздика тоже является противовоспалительным средством. Очень хороша для слизистой горла при ангинах. Является антисептиком также. Также хорошо её используют как противопаразитарное средство. Недавно узнал. То есть она выгоняет глисты из вашего организма. Это гвоздика. Это чёрный перец также. Но чёрный перец, вообще я люблю чёрный перец. И можно его использовать также при приготовлении десерта немножко. Ну и, конечно, это же соль. И ещё понадобится молоко. И, конечно, главный ингредиент – это красная смородина. Красная смородина – ну это самое основное красная смородина. Остальное всё уже как приспособления такие подручные. Это красная смородина. И это молоко. Итак, всё готово. И мы приступим к производству нашего сегодняшнего десерта. Да, это молоко. Ну молоко любое можно. У меня это питьевое молоко. Хорошее дело называется. Итак, значит, и красная смородина. Это смородина тоже с огорода. Это огородная смородина. То есть это не покупная смородина. Вот. И красная смородина. Итак, всё готово. И мы начинаем. Итак, для того, чтобы приготовить наш сегодняшний десерт, нам необходима, конечно же, смородина. Смородина в первую очередь. Но можно накладывать её руками. То есть не обязательно что-то, какие-то ложки иметь. То есть мы накладываем просто её руками. Небольшое количество, чтобы прям вот съесть. Буквально вот немножко чуть-чуть. То есть много не нужно. Смородины. Буквально вот, буквально несколько, две борточки смородины. И теперь нам нужно её размять. Обязательно. Это самое главное. Мы должны её размять. До консистенции кашицы. Но смородина очень жёсткая. Вот эта особенно красная смородина. И в ней очень жёсткие косточки. Поэтому лучше её перетереть или размять. То есть как кашицу сделать из неё. Для чего нам мясо? Чтобы смородина выпустила сок. Этот сок, он как бы является такой основой для того, чтобы нам сделать этот десерт. Нам нужен сок. Именно сок смородины. То есть ягодки не подойдут крупные сюда. Ягодами. Ну, многие, конечно, добавляют ягоды, например. Но я считаю, что ягоды это не очень. То есть такого эффекта не будет. Если вы просто добавите ягоды. Именно вот надо растолочь эти ягодки до консистенции жидкой кашицы. То есть сделать такое пюре. Чтобы смородина пустила сок. То есть вот в этом вот как раз секрет заключается. Что именно растолочь и нам нужно, чтобы смородина выпустила сок свой. То есть нас интересует сок сам. Смородина. Для чего это нужно? Для того, чтобы получить цвет красивый. У смородины красивый красный цвет. То есть для того, чтобы получился десерт красивый. Нам необходим цвет. Чтобы был цвет. То есть если просто это будут ягодки. Крупные, обычные, целые ягодки. То цвета не будет. Но цвет именно мы получаем за счёт того, что мы мнём эту смородину. И получается сок. И уже этот сок мы будем использовать как добавку к нашему основному блюду. То есть мы этим соком будем приправлять наше блюдо. Будь то это рис, будь то это овсянка. То есть любая другая каша молочная. Именно сок. Потому что если просто целыми ягодками вы положите кашу, не разминая, то сока никакого не даст этой ягодке. Сока не будет. Она просто будет лежать. Да, будет красиво. Но сока не будет никакого. Но за счёт того, что вы разминаете, то есть получается пюре такое, будет сок и будет вкус кислый. То есть смородина, она даст свой кислый вкус. И вкус, и цвет будет. И уже каша будет, она немножко и с кислинкой. То есть она будет не просто сладкая каша, да, безвкусная. Но в ней будут присутствовать уже все вкусы. По аэрвензе, да, мы знаем, что один приём пищи должен содержать шесть вкусов. Получится, что если мы добавим размятую, свежую, сырую смородину в наше блюдо, то каша, она уже приобретёт вкусы. То есть и цвет, и цвет приобретёт, да. То есть уже будет у неё не белый цвет, но будет красный цвет, розовый красивый цвет. И плюс она приобретёт вкус. Это будет кислый вкус за счёт того, что смородину мы добавляем, да. Смородина имеет кислый вкус. То есть здесь нет сладкого вкуса. Кислый вкус будет. Плюс цвет будет красивый, да, розовый, янтарный, такой красный цвет. И плюс мы сейчас ещё добавим специи. Значит, мы добавляем сюда куркуму. Куркуму добавляем. То есть куркума придаст такой оранжевый оттенок. Плюс будет своеобразный горечь сюда добавит, горчинку, вязкость добавит сюда. То есть будет такой вяжущий вкус. Горький, вяжущий, кислый будет вкус. За счёт того, что здесь смородина основная у нас. Также мы добавляем сюда, ну, можно одну добавить, гвоздичку. Конечно, лучше это всё в ступке размять. Но я не буду ради одной гвоздички рисковать ступку. И можно добавить для остроты немножко острого перца. Чёрного. Чуть-чуть буквально. Если кто-то любит остренькое. Ну, и, конечно же, соль. Добавляем соль. Может кто-то добавить сахар. Но так как каша, она и так сладкая, потому что сюда при приготовлении добавляют сахар. Поэтому я сахар сюда не добавляю. Я добавляю соль. И, конечно, добавляем молоко обязательно. Немножко молока. То есть много молока не нужно добавлять. Нам нужно, потому что в каше и так есть молоко. Нам нужно просто молоко для того, чтобы, ну, немножечко растопить. Нам нужно выпустить цвет. И немножечко растопить, подогреть как бы смородину. То есть, посмотрите. Вот уже получился красный цвет. Вот. Уже получился розовый цвет. Сейчас мы просто немножко растопим. То есть нам нужно добиться, чтобы был чуть-чуть разогреем. Именно разогретое молоко должно быть. Ну, плюс специи должны разогреться здесь. Куркума, черный перец, гвоздика, чтобы был какой-то эффект более полезный. Потому что они очень хороши именно вот в молоке. Если их растворять, эти специи, в основном же они в молоке используются. Употребляют их в основном с молоком, эти специи. То есть молоко используют как основу. Тогда будет более максимальный эффект, полезный от этих специй. Мы растворяем их в молоке. И молоко обязательно немножко должно быть теплое. Но можно даже не кипятить его. Но подогреть, чтобы был более лучший эффект от этих специй. Потому что эти специи, они идут как лекарства. И плюс еще цвет. То есть мы видим, что при разогревании, при нагреве, смородина выделяет еще свой цвет. Ну, так как мы ее, во-первых, разняли, она уже дала свой цвет. И мы видим, что еще в сочетании с молоком, с разогретым плюс, она дает свой цвет. Плюс еще специи дают свой цвет. Оранжевые, да, оранжевая куркума. Здесь у нас гвоздика дает свой какой-то вкус, горечь какую-то дает. То есть все вкусы. И плюс еще молоко свернулось за счет того, что кислота присутствует. То есть получился уже такой йогурт. Натуральный. Натуральный йогурт. Вот. И, то есть получился, можно сказать, как соус, можно так выразиться. Или, ну, больше, да, больше получился такой соус, йогурт, можно назвать, получился. То есть это уже не молоко. Это уже получился кисломолочный продукт. Кисломолочный продукт нагретый. Нагретый и в сочетании с кислой смородиной. Получился кисломолочный продукт, который вообще можно добавлять в любые каши, в любые. Как заправку для ваших первых блюд, ваших вторых блюд, салатов даже можно использовать. То есть это получается вот как основа. Основа. И как десерт. И как основа. То есть вы можете, ну, вот чуть-чуть уже даже закипело. Вот сейчас он выпустит сок, еще более интенсивный. И все, можно выключать. Все, мы выключаем. Не даем, чтобы она выкипела. То есть он более дает такой, видите, цвет плюс за счет разогрева. И плюс еще специи дают свой какой-то эффект. Свой лечебный. И плюс цвет. То есть нам важен цвет. Цвет и вкус. Вкус. Здесь вот уже несколько сочетаний соленый и горький, и вяжущий, и кислый вкус. То есть вот здесь вот в этой одной тарелочке, в этой одной пиалочке несколько вкусов. И сейчас мы все это добавим в нашу кашу уже. Да. Вот. Мы сейчас ее наложим. Положим кашку. И уже она будет не просто белая, молочная, безвкусная каша. Но она будет уже красива, такого розового цвета. Итак, мы сейчас все это положим. Значит, кладем кашу. Ну, обычно что мы добавляем в кашу? Обычно это обычная каша. Да, если мы варим кашу, то это молоко, это масло, это соль кто-то добавляет, да, кто-то добавляет сахар в кашу. Но в основном вот каша, она такая, наша каша русская, да, она такая бесцветная, белая. И, то есть, пользы в ней особо и нет, в этой каше. Ну, да, рис, рис, питание, какую-то питательность от этого блюда. Ну, вообще, в Индии подают сладкие каши рисовые на десерт, подают уже в конце трапезы. Употребляет именно вот рисовую кашу сладкую. То есть, рисовая каша сладкая, она в Индии не является основным блюдом. Это уже как добавка к основному блюду, это уже десерт. Но у нас, в России, у нас делают из риса рисовые каши на молоке и подают как основное блюдо. Но вообще считается, да, что это рисовая каша молочная, ещё плюс, если она сладкая, то это десерт уже. Это десерт. Ну, мы сейчас сделаем такую вкусную кашу. Это для завтрака каша, которую я буду сегодня кушать. То есть, я уже несколько раз, ну, вот, наверное, три раза, наверное, делаю такие-таки десерты. Причём мне пришла эта идея в голову, вот, когда мне принесли эту смородину. Это мне принесли эту смородину, и мне пришла вот такая идея в голову. Что можно с ней сделать, помимо того, что просто съесть в свежем виде. То есть, ну, как-то вот экспромтом всё это произошло. Но там была овсяная каша, и я решила обязательно поделиться на канале. Потому что я думаю, что это оригинальный такой способ, оригинальный метод использования смородины в кулинарии. Вот получился такой соус. Это и заправка, и десерт можно отдельно использовать, и добавка. То есть, если просто холодное молоко, да, вы добавите сюда в смородину с сахаром, то это будет десерт. Ну, если просто ягоды будут целиковые, то это будет десерт. Да, это будет питательно, это будет вкусно, это будет полезно. Но если вы именно разомнёте сначала, да, разомнёте смородину до состояния кашицы, чтобы именно она опустила свой сок, и добавите молоко, и разогрейте его, разогрейте его, да, то это будет уже кисломолочный продукт, это уже будет йогурт. И этим йогуртом вы можете уже заправлять и всё, что угодно. И ваши каши, и ваши салаты какие-то свежие, и блюда добавлять во вторые, в первые блюда добавлять. То есть, такой оригинальный способ. То есть, не использовать привычные какие-то, да, заправки. Майонез, кетчуп, сметана, да. Ну, можно вот сделать такую необычную заправку в таком более восточном стиле, я бы сказала, да, в таком ведическом стиле. И добавить сюда, если ещё добавить сюда специи, да, то это будет уже не только вкусно, но и полезно, и питательно. Это будет ещё красиво. И теперь посмотрите, вы заправляете это всё, да, добавляете, посмотрите, какой красивый цвет. И теперь вы всё это добавляете в вашу кашу. Вот. И теперь вы всё это добавляете в вашу кашу. И посмотрите. И каша уже стала более такой красивой. И более оригинальный вкус, да, по аюрведе здесь уже сочетаются все вкусы. И сладкий, и солёный, и острый за счёт того, что здесь мы чёрный перец добавили. И вяжущий, и горький вкус, и кислый вкус за счёт того, что здесь смородина, плюс ещё из молока у нас получился йогурт, потому что молоко свернулось. То есть получились все шесть вкусов, и питательно, и полезно, и плюс ещё красиво и необычайно, необычайно для нашей среды, для России, да, что мы привыкли, что всё пресное. Посмотрите, какой получился рис. Рисовая каша, молочная. Вот обычная каша наша, рисовая, белая. И плюс, и посмотрите, какой сразу она стала, какая сразу красивая. За счёт того, что мы просто красную смородину, мы её размяли и добавили молока. И разогрели это всё, и добавили специи. Всё. И вот такая получилась у нас оригинальная каша красивая. Итак, ну что же, на сегодня всё. Вот такой маленький видеоролик я записала, но специально вышла сегодня в эфир. Вообще-то я решила, да, в дачный сезон не делать никаких кулинарных рецептов. То есть у меня такие каникулы как бы небольшие на момент дачного сезона. Но так как сейчас нелётная погода, солнышка нет, идут дожди уже второй день проливные, поэтому вот я решила как бы экспромтом записать такой видеоролик и поделиться с вами на канале. То есть очень интересный ролик, очень интересный такой рецепт, который, я думаю, вы нигде не встретите уж. Тем более нигде точно на канале, на всём ютубе, наверное, вы не встретите такого рецепта на основе красной смородины. Заправка для ваших блюд. Вот поэтому я решила, да, что оно такое оригинальное. И каша получается красивая очень, поэтому я думаю, что вам понравится, да, и вы тоже будете использовать это, как бы примените на практике. Ну, а всем я желаю хорошего дня, хорошей погоды и хорошего настроения. Приятного аппетита! Приятного аппетита! Приятного аппетита! Продолжение следует...